Уже не первый год немецкий театр Дитхенбюна приезжает с гастролями в Россию. И впервые труппа добралась до Твери. Нашелся весомый повод для открытия новых горизонтов. В этом году 20 лет исполняется русско-немецкому центру встреч в Санкт-Петербурге и 150 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии драматурга Герхарда Гауптмана, чью пьесу «Бобровая шуба» и привез в театр. Герхард Гауптман – один из ведущих немецкоязычных драматургов начала 20-го столетия. И многое у него не видно из текста сразу и явно, многое нужно читать между строк. Собственно, речь идет о воровской комедии, о жизни маленьких людей, классовых различиях, богатых и бедных, о стратегиях выживания бедных, о том, как где-то что-то можно стянуть, где-то обдурить богатого, и не без юмора преодолеть все житейские трудности. Театр Дитхенбюна в переводе с немецкого означает «грошовая сцена». На подмозг действительно выходят непрофессионалы, хотя некоторые актеры и изучали театральное мастерство. Например, у Катрины Дер, которая играет главную роль прачки, основная профессия – воспитатель. Правда, для постановок труппа приглашает исключительно профессиональных режиссеров. Однажды ставили даже Гоголя. Говорят, у него хорошее чувство юмора. Мы специально утрируем происходящее и роли, и грим, и, как видите, имидж актеров. Эти костюмы призваны подчеркнуть различия между ролями и помочь нам донести до зрителя действия. Сюжет пьесы незамысловат. Бедная крестьянская семья нашла способ решения всех своих проблем. А богатиться решают, совершив преступление. У господина Крюгера, у которого работает семейство, при неизвестных обстоятельствах сначала пропадают дрова, а затем и бесценная бобровая шуба. Крюгер отправляется в участок, где его встречает полицейский. Добрый день! Пьеса не столько детективная история, сколько комедийная. Автор иронизирует над беспомощностью полицейских, отношениями чиновников и обычными людьми. К слову, громкое преступление так и остается нераскрытым. И только зрителю известно, кто украл бобровую шубу. Актеры театра Дитхенбюны отмечают теплый прием дзерского зрителя. Они сожалеют, что не смогли задержаться и увидеть эстафету Олимпийского огня в Твери. Гастрольный график слишком плотный. Ярославль, Новгород, Иваново, Кострома. К сожалению, много времени на осмотр Твери у нас не было. Буквально полчаса мы посмотрели речной вокзал, услышали легенду о двух монастырях, посмотрели Афанасия Никитина. А что касается дорог в России, видели и похуже. Ваши не произвели ужасного впечатления. Немецкая труппа не без удовольствия отмечает, что в России их понимают ничуть не хуже, чем на родине. При этом желание выучить русский язык, безусловно, есть. И первые шаги в этом направлении актеры уже сделали. Марина Истрасия, Виталий Осипов, РЕН-ТВ-Пилот.